Здесь пахнет как в бассейне и даже чуть сильнее. Именно в этом месте, на очистных сооружениях номер два, вода проходит финальную стадию очистки. К слову, хлор и другие реагенты воды добавляют всегда, сейчас чуть больше, чем обычно. Норматив по хлору 0,5. В зимний период, в летний период, когда качество воды исходное хорошее, температура воды больше плюс 5 градусов, необходимости для подачи даже дозы хлора в объеме 0,5 мг нет. В паводковый период у нас наблюдается строго необходимость доведения вот этих нормативов до предельных. Поэтому вода из крана в ближайшие пару недель может иметь незначительный хлорный запах, а еще она немного поменяет цвет. Сотрудники лаборатории и предприятия поясняют, дело в том, что в этот период в реку попадает и талый снег, и грунт, которые как раз и подкрашивают воду. В процессе очистки цвет уходит, говорят специалисты, но не совсем. Норма по Санпину 20 градусов, то есть вот такая, то есть вот эта вода с такой цветностью, это тоже норма, она не влияет ни на что. Лаборатория водоканала в круглосуточном режиме работает 365 дней в году. Правда, если зимой и летом пробы воды берут 900 раз в сутки, то в марте-апреле цифра достигает 1200. А вот как выглядят микроорганизмы, которые могут содержаться в паводковой воде. Они исчезают только после обеззараживания. Кстати, как нам рассказала Татьяна Шималина, воду из-под крана можно пить. Гораздо больший вред, по ее мнению, могут нанести бытовые фильтры, фильтрующие элементы, которых люди часто забывают поменять. Ну а цветность и запах воды станут привычными через пару недель. Тогда паводок, по данным водоканала, завершится. Татьяна Голубева, Илья Халяпин. День с толком.